Система не надо связываться. Я не знаю, что хоть кто-то вообще вспоминает о выборах, ходит на них и так далее. И на мой взгляд, вот эта дилемма, я бы не сказал, что это конфликт, но это очень серьезное и глубокое разделение в нашем обществе. И очень многие проблемы, они проистекают из этого разделения. То, что мы по-разному смотрим на это, и мы не понимаем, в чем разница между обществом и государством. Между моральной нормой и правовой нормой. И вот таких вопросов довольно много. Ну и, в общем-то, наш проект Гракон, это попытка, на мой взгляд, достаточно успешная попытка поставить хотя бы один, еще один надежный кирпичик в основании эффективного, гармонично развивающегося гражданского общества, ну и страны в целом. Сейчас, наверное, Сережа продолжит. Меня зовут Сергей, и я являюсь создателем проекта Гракон и главным разработчиком. И я вам хочу рассказать две вещи. Первое, это то, как мы запускали наш проект, как он развивался, чего мы смогли добиться и какие вроде вынесли из полученного опыта. И в конце он расскажет про другие проекты, связанные с выборами, и наши планы по запуску Гракона к выборам 14 октября, становлению его постоянной площадкой для наблюдателей на выборах, и про другие проекты, с которыми мы планируем сотрудничать и опережать. История называется в конце декабря 2011 года. Я сейчас учусь в аспирантуре в Лангкастерском университете, в Тангле, и мой бывший одноклубник учился в Америке в Бостоне, его зовут Мишка. И в конце декабря на полуне протестного движения и возмущения насчет честности выборов у него появилась идея создать проект, связанный с выборами для избирателей, наблюдателей, для того, чтобы как-то помочь контролировать честность выборов. На тот момент идея была довольно размытая, непонятно было, что именно делать, с кем-то поменять, какие вообще перспективы есть и так далее. На довольно раннем этапе мы вышли на контакт с организацией гражданин-наблюдателей, которую, возможно, слышали, кто не слышал. Это коммерческая, естественно, организация, которая занимается подготовкой наблюдателей и, собственно, организацией процесса наблюдения на руках. Это собрание волонтеров, у них есть некоторый координационный совет, у нас это волонтеры, которые наблюдают. И наш проект начался с того, что мы установили с ними довольно тесный контакт, включили чему-то в переписку. И на тот момент было желание разработать некоторые сайты для помощи по выбору из участков. Если на участке есть команда наблюдателей, а еще лучше один из членов избирательной комиссии тоже находится на стороне наблюдателей за честные выборы, то это существенно упрощается и позволяет им избирательной квалификации. Значит, вот можно записаться одним из участников на этот участок. И справа идет набор инструментов. Собственно, можно было указать на собирание к аутсорсингам имена Ощенко оперативной комиссии, потому что в интернете их либо невозможно найти, либо они находятся на сайтах отдельных региональных избирательных комиссий. В магазине бутфордовских файлов очень глубоко. Да? А, я сказал, все в газетах есть. В газетах есть, да, но газеты напечатаны, они в разных... Ну, я понимаю, как бы они любят цены, какой-то более унистерпризированный способ это делать. Да, вот, собственно, мы собирались сидеть, чтобы они приходили и на сайт в одно место выкладывали кабинет. Затем был инструмент лёгкого следения. На самом деле его трактовали все не так, как он задумывался. Идея была просто в том, чтобы люди, которые собираются записывать видео, захватывать видео с лёгками, чтобы они туда приходили и указывали, что я там на таком вот участке с... Вот это мое... Ингредивительное такое повар событий, потому что записалось на лёгко наблюдения 13 тысяч человек. Что у нас очень сильно породилось. Вот. Ну и можно... Соответственно, можно здесь было выложить нарушения, которые были приняты во время выборов, и выложить для наблюдателей протоколы, которые они получили. Вот. Это... У нас, значит, один из... Чем хорош наш сайт, чем он, если вам нравится, тем, что на нём довольно удобно смотреть результаты выборов по сравнению с цикловским сайтом. И вот эта табличка, она демонстрирует некоторые аномании, которые наблюдались в результатах выборов в Питере, в Адмиралтейском районе. Значит, вот если вы посмотрите количество процентов, проголосовавших за Путина, вы увидите, что в каких-то местах за него голосовали 57%, в каких-то это 96%. Вот. Что немножко странно, скажем так, потому что статистика всё-таки серьёзная, и когда вы берёте тысячу человек и спрашиваете, кто поддерживает Путина, не может быть таких колоссальных планений. Вот. Ну и, собственно, это и были объяснения, были ряд публикаций, которые разоблачали несуществующие вики, то есть были избирательные комиссии, которые появились за пару дней до выборов, и когда люди приезжали на них посмотреть, что же там будет и происходит, это был какой-нибудь, я не знаю, завод или ещё что-то, в нём сидела какая-нибудь женщина, которая ничего не знала про то, что там вообще происходит, но официально это был выбирательный участок, который в результате проявлялся в официальных результатах, и на нём логическим образом тысяча человек голосовало, сами знаете, за права. Вот. Значит, у меня осталось пять минут, я проявлялся, вот проект сам длился, вот выборный проект, здесь не выборный, длился приблизительно два с половиной месяца, я бы сказал, он прошёл довольно успешно, мы собрали команду из 12 человек, было три разработчика, дизайнер, у нас были копирайтеры, специалисты по безопасности даже, у нас было представительство в Москве, к нам присоединилась Мария Вельдар, которая очень помогла нам с раскоплотой через СМИ, у нас были публикации, всё началось с коммерсанта, и дальше многие СМИ подхватили, наверное, во мне. мы нашли бесплатный хостинг на очень мощных серверах, потому что 16 мегабайт, по-моему, в памяти было, собрали 30 тысяч долларов донейшнс, мы установили сотрудничество с крупными организациями, с, скажем, наблюдателем, избирателей, штаб Прохорова, волос, с яблоком, в основном это была поддержка информационная, и они нам помогали, собственно, половину наблюдателей, которые у нас были, были от гражданин-наблюдателя, очень много штаба Прохорова. и, значит, за пару недель перед выборами у нас было 350 тысяч уникальных посетителей, зарегистрировалось 28 тысяч пользователей, и у них было 5 тысяч наблюдателей. Соответственно, на какой-то части избирательных участков эти люди нашли друг друга, общались, переписывались, обменивались контактами, встречались до этого, то есть, в какой-то мере мы достигли своих задач. За неделю перед выборами мы организовывали акции, значит, было с понедельника по пятницу, по одной акции, и это были фактически рассылки по нашей базе пользователей, которые призывали к конкретным действиям, простым, которые они могут сделать. Например, вот опять же, выложить на сайт именно членов избирательных комиссий, организоваться в группу для наблюдения на унике, поговорить с именно рядовой избирательным, например, мог просто пообщаться с членом избирательной комиссии во время выборов, подойти к нему и сказать, что его волнует вопрос о честности выборов, и каким-то образом оказать некоторое такое давление что ли, психологическое на этих людей, чтобы они не хотелось фортифицировать. несколько выборов, которые сделаны по результатам работы. Очень полезным оказалось сотрудничество с другими проектами, это просто очень важно. акции, которые мы проводили, это были такие всплески активности перед выборами, то есть, было огромное количество людей, которые готовы что-то делать, помогать выборному процессу, и мы просто откидываем людей, что можно делать, и это довольно хорошо работать. Дальше очень существенно нам помогла Маша Гайда в расходе этого ресурса, самостоятельно, без какой-то такой известной личности мы не справились. Было два раза, что наш сайт просто лежал под потоком посетителей, мы боялись додос-атак, их, конечно, никаких не было, но когда про нас написали в СМИ, например, первый раз, наш сайт весь день работал через раз где-то, и к этому невозможно было приготовиться. И то, что мы осознали уже после суборов, то, что на следующий день после поставки прошли, и на следующую, через неделю, уже интерес полностью спал, и вот этих 28 тысяч людей уже тяжело было на что-то подлить. И вот наша ошибка стояла в том, что мы позаботились о том, чтобы вовлечь их в какой-то дальнейший процесс, они существенно потеряли для нас. Вот. ну, и мы планируем, я надеюсь, не буду рассказывать, к 14 октября мы планируем запустить площадку для многих региональных выборов, просто оставить ее работающей на на будущее. в 20 в